Бокертов, доброе утро! У нас четвертый урок по главе Вайра. За хороший шедух Арон Арьебен Двойра, за поднятие души Яков Беннахум, Владимир Бенгрегорий, за здоровье Светлана Батклара и Полина Первого, от Соня Сура. В главе Вайра начинаются чудеса. Маше и Агрон идут во дворец фараона. С ними идут еврейские досмотрщики, люди смелые, которые свои жизни отдавали. Их избивали египетские надзиратели. Они все равно не заставляли сынов Израиля делать то количество кирпичей, которые фараона их наложил. И даже они, такие смелые люди, не выдерживали. Настолько была страшная опасность подходить к этому дворцу. Мало того, что там охрана очень страшная, так еще и звери дикие кругом. То есть туда зайти было практически невозможно, если без Всевышнего. И они не выдержали, они разбежались. Когда Маше и Агрон пришли во дворец, их было уже только двое. И Маше и Агрон приходят во дворец. Агрон выполняет то, что говорит ему Маше. Берет свой посох и бросает перед фараоном. И посох превращается в крокодила. Волковые египетские думали, что это смешно, потому что любой из них мог это сделать. У них даже дети могли такой фокус сделать. Они бросили каждый свои посохи и посохи превратились в крокодилов. Но чудо произошло после того, как посохи вернулись в прежнее состояние. И написано, и съел посох Агрона их посохи. И толще он не стал. Это был шок. Такого чуда никто не видел никогда. Даже в такой стране, как Египет. И фараон понял, что сейчас Маше скажет, что посох полагодил фараона, а не будет фараона. То есть шок был очень сильный. Маше с Агроном сказали, что фараон отпустил народ, нас праздник. Но фараон ожесточил свое сердце и все равно не выполнил то, что они сказали. Да, Всевышний говорил, выходи утром к Нилу, туда выходит фараон и скажешь ему, что превратишь все воды Египта в кровь. Фараон всем говорил, что он бог, что ему не нужно исполнять никакие потребности тела. И он ходил в туалет в Ниле. И он не мог туда не пойти. И утром на берегу вот его стоят, ждут Маше и Агрон. Они ему говорят, что все воды Египта будут превращаться в кровь. Фараон не реагирует. Агрон наводит свой посох на воды Египта. И вся вода, которая есть в Египте, в реке, под землей, в плодах, все превращается в кровь. Казнь страшная, нам все трудно представить, живя в странах, где нет такой жары. Можете представить, 50 градусов жары и нет воды. Сколько можно выжить? Египтяне умирали тысячами. Они ископали все береганилов. Ничего у них не выходило. Это была страшная казнь. Ее нельзя никуда применить, эту кровь. Приходили они в страну Рамсец, в землю Гошен. Пожалуйста, обычная вода. Берут воду, только взяли воду, ведро начерпали. Кровь. Если берет еврей воду, вода. Если египтяне кровь. Египтяне говорили, пейте с нами с одного ведра. Еврей пьет воду. Египтяне все равно попадается с того же ведра кровь в рот. То есть, это была гибель, казнь неимоверная. Египтяне начали покупать у сына в Израиле воду. Тогда они бы не прощались кровь. И так Всевышний начал возвращаться нам из Израиля. То, что египтяне у них отобрали. За 500 лет жизни. От рождения нашего прородца Аврагама. До сегодняшнего времени, когда идет эта казнь. Египтяне все у нас отобрали. У нас не было никакого имущества. Мы были рабами. Раба это имущество хозяина. Поэтому Всевышний начал все нам уже возвращать с этой казни. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok